всем привет сегодня поделюсь первыми впечатлениями про этот цапчик это у нас смсл дл 200 на мобильный сабре 9039 q2m вроде как это это новейший чип от сабры чтобы вы понимали у меня достаточно много разных цапов было разных категорий также я сам в состоянии сделать и доработать цап можете посмотреть мои предыдущие ролики то есть чтобы не было каких-либо сомнений об объективности вот взял этот цапик потому что его нахваливали зарубежные блогеры мне было просто интересно послушать новинку от сабры на новом чипе вот в принципе чудо я не ждал но как бы интерес победил вот и брал я его только из-за того что у продавца есть опция обратно отослать этот саб можно и так ближе к делу расскажу сегодня первых впечатлениях о плюсах его минусах начнем по порядку все скрывать его не буду вот потому что скорее всего он уедет обратно в китай я послушал сделал выводы вот принципе мне он как таковой и не нужен крутить вертеть его не буду вот кому надо сам зайдет на страничку посмотрит тут стоит иксмус в роли транспорта есть балансные выходы они на трс-коннекторах сделаны вот ну в принципе ничего там больше такого особого нету коаксиальная есть коаксиал и оптика вот usb подключения type-c коннектор реализован вот не usb-b а type-c по началу когда его подключил звук был мутный вот но спустя где-то минут тридцать час может быть он прогрелся прорезался звук так сразу еще скажу зайдите на сайт smsl выберите эту модель и скатайте драйвера на икс нас потому что он и так определяется да но звук отвратительный если не поставить драйвер и такой момент первый второй момент я его подключил сначала просто в розетку до зубы показался немножечко рисковатые его тогда подключил через время фильтр с ним звук был более-менее кстати нормально получился тонально ровный тоже второй нюанс возможно у вас будет не так все зависит от ваших от вашей сети насколько она гадит звук или не гадит вот у меня понравилось больше своими фильтром далее что послушала его вот неплохая прозрачность у него неплохое разделение инструментов вот фильтры у него здесь они все здесь работают то есть они меняют некую тональность восприятие звука я бы так даже сказал не тональность а восприятие звука поэтому с помощью этих фильтров можете под свою систему подстроить сам в принципе они работают и достаточно неплохо слышны цапик достаточно ровный по тональному балансу особенность фильтр подобрать себе по вкусу неплохое разделение инструментов неплохие низкие частоты высокие тоже достаточно четкие еще что удивило очень неплохая стерео картинка вот как бы так как будто 3d эффект какой-то включен неплохо в ширину передается вот на этом как бы плюсы кончились что из минусов из минусов не хватает живости звуку но высоких частот в хотя они достаточно четко прорисованы но не хватает воздушности воздуха нет они как бы слишком прямолинейные такие четкие но вот нету как будто послезвучий как будут срезаны нету воздуха я не знаю как это по-другому сказать надеюсь вы меня поймете вас неплохой но не хватает объемности ему вас бочка мелкая мельчит он то есть если я дальше приведу вам пример чтобы вы поняли да с чем его можно сравнить так вот сам по себе бас он неплохой немного плоский вот и бас бочка мелковат вообще вот я слушал когда его до такое впечатление как будто ударные установки они отодвинуты назад то есть солист ближе к тебе ауда все ударные остановки установки они как будто дальше чем нужно вот бас-гитары в принципе неплохо но им опять же не хватает полновесности не хватает объемности то есть звук плоский он детальный вроде низкие есть и высокие четкие но звук плоский не хватает ему как бы прорисовки сцены в глубину но тонально вроде как и неплохо бы звучит да какой уровень этой этого цапа ну смотрите я не буду даже брать sabre 98 про не буду брать какие-либо уже такие более взрослые цапы для сравнения я вам сейчас просто приведу пример у меня в компьютере уже лет десять стоит карточка asus xonar d2x вот с ним я и сравнивал этот цап это примерно уровень asus xonar stx d2x вот примерно чтобы вы понимали да если сравнить со звуковой карточкой от asus то смс ль может быть шире чуть играет может быть чуть поразборчивее но asus дает больше фундамента глубже сцены лучше звучат бас-гитары они более объемные ударные установки звучат лучше на высоких частотах есть воздух да может быть им не хватает детальности да как sabre но они имеют воздух у них есть послезвучие окончания послезвучие здесь такое ощущение как будто их срезали ну опять же это если сравнивать если не сравнивать в принципе неплохо звучит но стоит ли это 20000 если можно взять ту же бушную карточку да у stx еще можно операционники подобрать под свою систему ну как бы вопрос в принципе ничего плохого не могу сказать про этот цап прям ну и не так как хвалит его зарубежные блогеры опять же говорю свое мнение в общем по итогу что ровно неплохое разделение инструментов неплохая четкость достаточная прозрачность неплохие низкие частоты неплохие высокие частоты возможно могут слегка быть рисковато если у вас японские усилители вот так скажем вот но в фильтрами можно там подобрать в принципе я думаю это будет не проблема и как я уже сказал тут еще какой-то 3d эффект я не знаю это реализация этого цапа или такой эффект дает новый чип от sabre да как будто вот включили 3d эффект тут как бы расширили стерео картинку вот как бы это не скажу что это плохо просто интересно звучит как бы неплохо в ширину раскрыта сцена но вот с глубиной есть нюансы из минусов плоско в глубину на сложных композициях валит в кашу все к примеру тоже всем известная металлика ну очень очень как бы в кашу немного сваливается да все слышно до негатива не вызывает но бас бочки как уже сказал не хватает тело с бас-гитарами высокие частоты немножечко не хватает послезвучий этот цап скорее всего я отправлю обратному продавцу я послушал прям какого-то чуда я не услышал тут неплохо весьма как бы цап звучит ничего не могу сказать но про все минусы я уже рассказал так усилитель для наушников сразу вам скажу что он тут просто есть все на этом все подключилась сюда шур 840 но это слушать как бы ну надолго меня не хватило хватило просто полистать пару песен сухо глубины нету плоско вот как бы усилитель наушников он тут есть и этим все сказано качество от него или что-либо ожидать от этого усилителя для наушников ну я скажу вам сразу даже и не ждите так просто он есть на этом все также у меня еще есть планары hi-fi man xs я их даже сюда подключать не стал ну бессмысленно вот как бы так на чем он тут реализован не знаю опять же говорю если бы я вас оставляла цап себе я бы его вскрыл и посмотрел бы что там внутри но поскольку в планах у меня его оставлять нету и даже улучшать его не собираюсь я его просто отошлю обратно продавцу если планируете пользоваться наушниками отдельный усилитель не то что желателен он нужен здесь вот по замерам кстати вот еще один такой до нюанс по замерам очень все идеально замеры не показывают вам звук замеры не показывают что у него не хватает глубины замеры не показывают вам минусы его что он сложных моментах сваливает все в кашу не сильно но есть такой нюанс но по замерам я удивлен весьма 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 все очень достойно ну вот наверное как то так сейчас вам покажу замеры а в конце поставлю вам сэмплы давайте немножечко скажу про систему играл он с системой audiolab пред сразу скажу немножечко переделан входном буфере тут стоят минусы 01 усилитель 8000 по в стоке акустик у меня от алексея александрова а в 8851 переделанная с кроссовером про все это у меня есть ролики кому интересно вот кабельная обвязка я подобрал к нему немножечко кабели потемнее с ними он получше звучит это будет dax кабели usb кабель я использовал код ну вот как бы так попробовал его с оригинальными кабелями от nordost это да он и супер flatline но с ними слушать его невозможно сразу скажу слишком они все косяки его проявляют поэтому если такой возьмете или уже взяли то ну желательно потемнее кабелечки вот они больше подходят и хотя бы хоть как-то вытягивать глубину вот более качественные кабели они конечно проявляют все его недостатки поэтому как бы так давайте разберем замеры посмотрим что у нас тут по параметрам тут просто вау вот реально ребята в smsl что снимаю шляпу перед ними по замерам все идеально просто идеально это сказать нечего это у нас с фильтром номер шесть вот по чеха все без претензий до 30 килогерц дальше идет спад есть меньше чем 0 5 децибел начинается спад на 20 и всего-навсего на 30 килогерц 0 5 спад ну и потом уходит уже резко вниз вот без претензий шумовая полка вау я думаю она будет даже и ниже у меня просто карточка на какой замер делал больше не может показать вот минус 130 децибел но мне почему-то кажется что может даже быть еще больше еще ниже он далее динамический диапазон тоже без каких-либо претензий нелинейные искажения и шум ну тут просто просто идеально до 3 гармоника больше и 5 гармоника есть там хвостики хочу вам сказать что у собра 9038 про тоже 3 гармоника преобладает над второй но это видно фишка всех сабр далее интермодуляция вообще идеально чистый диапазон просто идеально чистый никаких акцентов нет ни на каких частотах вот ну и замик на взаимопроникновение стереоканалов тоже все идеально как бы вот так да есть некий всплеск после 30 килогерц но об этом даже и говорить не стоит это человеческое ухо уже как бы и не слышит ощущает может но не слышит вот в принципе как бы как бы вот так то есть по замерам как я уже сказал все идеальнейшим образом реализовано молодцы вас и насел инженеры но немножечко позабыли о звуке хотя может это и не то что реализация мобильный чип такое ну хотя нет скорее всего реализации все-таки цап ультрабюджетный вот от бренда скажем так китайского как бы вот так переходим к прослушиванию в общем не забудьте одеть наушники потому что если будете через колонки слушать вы будете слушать бубнешь ну что моя комната наложится на вашу комнату поэтому слушайте в наушниках даже пусть через смартфон вот все равно это будет намного более показательным как бы так всем до скорого а а бэссэмэ бэссэмэ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok